Сегодня во всем мире отмечается Международный день повара. По этому случаю специально для наших телезрителей шеф-повар ресторана Тиман приготовит нам традиционные блюда ненинской кухни, а домашний кондитер порадует рецептами десертов. Тему продолжит Наталья Дуркина. Сегодня мы будем готовить традиционные нейские блюда. Нейские блюда – это сагудай из белой рыбы, это жировня из оленины и десерты сарской ягоды. У них подавать сарскую ягоду, мороженку. Для приготовления первого блюда нам понадобится филе белой рыбы, лук, лимон, соль, перец, масло и немного зелени. Для начала берем и нарезаем филе кусочками по 1 см и выкладываем на тарелочку. Первый слой необходимо посолить и поперчить. Затем переходим к луку. Нарезаем. Чтобы лук пустил сок, выжимаем его прямо на филе. Повторим то же самое и со следующим слоем. Чтобы обеззаразить рыбу, выжимаем сок лимона и заливаем маслом. Чтобы блюдо замариновалось, оставляем его на 2 часа. То есть это наша фишка, можно так сказать. Фактически на каждый макет мероприятие, посвященное туризму, то есть у нас есть сагудай. Пока сагудай маринуется, мы приступаем к приготовлению горячего блюда – жаровни из оленины. Нам понадобятся 2 вырезки из оленины, соль, перец, лук, зелень, картофель и масло с чесноком. Далее у нас поистину легендарное блюдо тимана – это жаровня. То есть тиману уже 10 лет, и самое, мне кажется, самое ходовое блюдо – это у нас жаровня. Она делается просто, классически. И берем это у нас вырезка оленю, свеженькая. Нарезаем ее примерно под сантиметр шириной. Далее подготавливаем лук. Также его нарезаем полукольцами. Причем лука должно быть такое же количество, как и мясо. Это придаст блюду особый вкус. Затем отправляем оленину на сковороду. Обязательное условие – оленину нельзя перемешивать. Как мясо легло на сковороду, так и жарится до характерной по краям поджарки. Только после этого мясо можно перемешивать. Также рекомендовано солить и перчить мясо уже по завершению приготовления. После того, как оленину перемешали, добавляем лук, предварительно отжав. Важно оставить лук томиться на мясе, чтобы он дал сок. Мясо очень долго жарит. Если вы не собираетесь его тушить, то жарить долго не надо. Оно становится наоборот еще жаще. Многие думают, что надо его подольше обжарить, чтобы оно мягче станет. Ее полностью приготовилось. Нет, тут я не согласен. То есть нормальное абсолютное время – это примерно 7 минут? Да, на такие кусачки примерно 7 минут. Когда лук уже дал сок, можно перемешивать и оставить жариться дальше. Пока мясо готовится, переходим к картофелю. В сотейник наливаем масло и ждем, пока оно подгреется. Кстати, проверить готовность масла можно таким образом. Опустить картофель наполовину и дождаться характерного шкварчания. Когда масло дошло до нужной нам температуры, опускаем картофель и жарим до золотистой корочки. Берем салфетку и выкладываем лишнее масло в стекло. Затем смесью 1 к 8 из перебитого чеснока с растительным маслом поливаем картофель после соли. Когда мясо приготовилось, выкладываем его на блюдо и добавляем картофель. Сверху посыпаем зеленью. Жаровня из оленина готова. Переходим к десерту из царской ягоды. Так как мороженка сама по себе не требует особых добавок, мы ее посыпаем сахарной пудрой и сверху поливаем сметаной. Для того, чтобы ягодки не помять, при выкладке десерта переливаем его в креманку. Праздничный ужин готов. Любовь к готовке Александру привила его бабушка. Поэтому после школы был очевиден выбор будущей профессии. Александр поступил в техникум в городе Кишинев. Там при прохождении практики в единственном японском ресторане шеф-повар Шигеки Ямура увидел потенциал в молодом студенте. Практику проходил, потом мне предложили остаться на лето поработать. Я поработал летом. И уже к осенью, к сентябрю, говорю шеф-повару, а шеф-повар у нас был японец Шигеки Ямура, и говорю, как бы мне надо учиться, идти учиться дальше. Он говорит, нет, не пойдёшь никуда, я пойду договорюсь. По итогу он сходил в техникум со мной, договорился с директором, что я буду приходить только на лабораторные работы, на сессии. Проработав около четырёх лет в ресторане, Александру захотелось роста и разнообразия. Тогда преуспевающий повар занялся изучением европейской кухни. Его учителями были знаменитые шеф-повара Италии и России. На этом любознательность Александра не останавливалась, и он решил научиться готовить ненецкую кухню. Так состоялось его знакомство со столицей Заполярье. Александр признаётся, приехал всего на два месяца и не думал, что север может настолько затянуть. Здесь же Александр познакомился с будущей женой Оксаной, которая по счастливой случайности оказалась домашним кондитером. Любовь к выпечке мне, наверное, передавалась материнским молоком. У меня мама очень любит печь, но в основном печёт на булочке. У неё коронный торт – это Наполеон. То есть на все праздники у нас мама всегда пекла Наполеон, причём большой, из 32 коржей. Зачастую полночи сидела с этим Наполеоном. Каждый корж нужно выпечь. И этот торт, наверное, любимый у всех наших родственников. Сама Оксана в старших классах готовила по журнальным и газетным вырезкам. А так как зачастую рецепты были неполные, девушка начинала экспериментировать. Намного позже, уже будучи в декрете, Оксана заказала торт у местного кондитера. Когда сидела в декрете с младшим сыном, ему было полугодика, я заказала торт. Девочка испекла, и у неё спросила, из чего. Она мне рассказала, из чего крем, из чего коржи. И тогда я поняла, что, в принципе, я тоже могу испечь. Ничего сложного в этом нет. Стала искать на форумах, да, вот рецепты проверенные. Нашла вот девочке блог. Там всё было подробно расписано, пошагово. Стала заказывать инструменты через интернет. И потихонечку печь. Набравшись опыта, Оксана предложила мужу организовать мастер-классы для всех желающих на базе школы «Уникум». Александра Ивановна нам предоставила возможность проводить мастер-классы в её школе. Они будут проходить по воскресеньям. Один мастер-класс мы уже провели. Готовили десерт. И в дальнейшем планируем, вот, следующий наш десерт – это будет тирамисо. Ну, и дальше будем думать, что мы будем готовить там. Планируем открывать уже свою студию. То есть уже заниматься этим профессионально. К слову, специально для наших зрителей Оксана продемонстрирует приготовление десерта тирамисо. Для этого нам понадобится свежесваренный кофе, яйца, сахар, печенье, маскарпоне, какао и сливки. Сначала занимаемся приготовлением крема. Сливки взбиваем в миксере. Отдельно венчиком взбиваем яйца с сахаром на водяной бане. Желтки должны хорошо подогреться. Затем в эту консистенцию добавляем сыр маскарпоне и перемешиваем. Далее сливки. Следом переходим к сбору десерта. Берем печенье с авоярди, обмакиваем в кофе и выкладываем слоями. Затем заполняем все кремом и повторяем слой. Важно помнить, второй слой должен идти противоположно первому. Так десерт станет устойчивым. Снова заполняем кремом и сверху посыпаем какао. Десерт отправляется в холодильник на 3-4 часа до полного приготовления. Приятного аппетита!